Здравия! Сделал 4 ролика по международным правам человека о просмотре близки к нулю. А ведь это самое важное. Окажись в какой-нибудь Испании, чего, будете резко их конституцию читать? Или просто сошлётесь на международные права человека? Вот-вот. Вся так называемая элита даже не читает местные якобы конституции. Далее проект Конституции РФ буду читать выборочно. Только интересные моменты, чтобы был стимул самообразоваться. Глава 2. Права и свобода человека и гражданина. Статья 17. 1. В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свобода человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с настоящей Конституцией. То есть, в этом фантомном государстве, которое должно заниматься обеспечением достойной жизни человека, также признаются права человека и гражданина, а которое первое, фантомное, через тире, должно заниматься их защитой. О, как запутанно! Но вокруг нас коммерческая фирма в верхнем регистре. Поэтому это все и не работает. 2. Основные права и свобода человека неочуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Статья 18. Права и свобода человека и гражданина являются непосредственно действующими. Они определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием. Понимаете, насколько это важно? Это первый и, пожалуй, единственный юридический щит от системы жуликов и воров, которые взаимодействия происходят с якобы их подчиненными на низах, но по факту частными коммерческими фирмами, а эти сверху типа ни при чем. Мол, разгребайте карму, засодеянное сами. И тут либо ведите себя, как воспитанный и грамотный человек, либо ощущаете беспредел, которыми ты обязательно впадают, поскольку дни напролет общаются с дикими и дурными физлицами или зверьками без национальности, обеспечивающими 80% преступности на низах, нежелающими или неспособными видеть в менте в первую очередь человека, а потом погоны. Статья 19. Все равны перед законом и судом. Да, но некоторые ровнее, в зависимости от суммы или статуса. 2. Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина, независимо от пола расы и так далее. Не уточнили только, какое из этих государств. 3. Мужчина и женщина имеют равные права и свободы, и равные возможности для их реализации. Понятно, феминизм уже победил. Зачем эти движения по сей день существуют, непонятно. Сделали только хуже. Раньше мужик на работе, баба дома, сегодня оба на работе. Детей растит неизвестно кто в итоге. Статья 20. Каждый имеет право на жизнь. Кто не узнал, это один из конов мироздания. 2. Смертная казнь, предая ее отмены, может устанавливаться федеральным законом. В качестве исключительной меры и так далее. Здесь интересное. Смотрел как-то расследование одного блогера. Он часопол законно вычитывал. И получается, что смертная казнь не отменена. Но это очень мутная тема, которая упирается в законы СССР, к которым РФ никакого отношения не имеет. Она сегодня остро требуется для чиновников. Перефразирую. Воров. В чане ее применяют. И вот, уже вторая экономика мира лет за 30. А у нас все наоборот. Со второй экономики эта тусовка уронила, да где-то ниже многих стран Африки по ВВП. По уровню жизни не буду озвучивать. А то будем коллективно рыдать. Статья 22. 1. Каждый имеет право на свободу, личную неприкосновенность. 2. Арест, заключение под стражу. И содержание под стражей допускается только по судебному решению. До судебного решения лицо не может быть подвергнуто задержанию на срок более 48 часов. Все понятно? Не могут менты просто так задерживать и заключать под стражу. Это в прямом смысле нарушение их конституции и похищение человека, учитывая их правовой статус частной фирмы. А вот задержание лица – это забавно. Я не лицо. Или они имеют в виду физлицо, которое паспорт, оно же персона. Ну пусть забирают его и удерживают. А я пошел. В целом, отрыв от бумаги – это самое главное, что требуется осознать. Ответ на вопрос у Иванов Иван Иванович всегда нет. Они ищут персону, бумажку. Вопрос самоопределения должен пройти каждый сам. Даю только подсказки. Статья 24. 2. Органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны обеспечивать каждому возможность ознакомления с документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иное не предусмотрено законом. Вот тот самый пункт, когда от тебя что-то хотят. А подтвердите ко мне законность требования. Хочу увидеть закон, подписанный президентом, с красной президентской печатью, цветным гербом в начале документа. Следом, буду подавать на экспертизу подписи. Публичную оферту не принимаю. И тут еще раз. Есть просто законы, и их мало. В их число федеральные и прочие не входят. Законы читаются дословно. Вся эта система рассчитана на верующих в телевизор. Статья 25. Жилище неприкосновенно. Никто не вправе проникать в жилище против воли проживающих в нем лиц. Иначе, как в случаях, установленных федеральным законом или на основании судебного решения. Про федеральные законы у нас опять вопрос к подписям и печатям. То есть, к законности требования. А вот судебные решения сегодня выглядят очень забавно. Печать канцелярии суда или секретаря. Или подобный бред. Вместо печати суда. Ментов можно разворачивать на входе, как совершающих преступления. Еще вопрос к статусу якобы суда, якобы судьям. Но это слегка отдельная тема. Не думаю, что ее стоит давать всем. Вот какой блудняк нас вели старшие поколения. А еще спорят зачастую. И они, и текущие якобы патриотичные поколения идиотов. Когда их носом в законы тыкаешь. Ящик полностью заменяет мозг. Несмотря на то, что оккупант все честно пишет в своих законах. И дает массу лазеек на всех уровнях. Это связано с конами мироздания. И чтоб их с тонких планов не нахлобучили. Им все это жрецы расписывают. Чтоб они навечно в ихний кучерявый ад не попали. Даже не считая правительство какими-то мега врагами. Как это любят многие блогеры. Лицо врага это Набиулина. Ибо рулит деньгами. Ее контора в прямом подчинению ФРС США. Правительство никак не властно над ней. Согласны с законом. Но между собой присутствует иногда. А главное лицо врага это телевизор. Вот этим пощады быть не должно. Смерть Кощея в игле. Впрочем. Это если бы мы жили в идеальном мире. Пока. Терпим дальше. Скоро очередные кучерявые молодые реформаторы. Снесут текущих пенсионеров. Вселенная платит той же монетой, как и они в 90-х это сделали. Осталось недолго. Уже прослеживаются признаки конца режима. ЦРУ как всегда поможет. Всем добра, здоровья, процветания и денег. Редактор субтитров А.Семкин